В душе каждого из нас существует источник высшего знания. Это сфера духовной субстанции и личности, сверхсознания. Внутренний источник сверхсознания ассоциируется с образами Бога, Солнца, Звезды, Магического Кристалла, но чаще всего с образом мудрого и полного любви пожилого человека, мужчины или женщины. Сейчас мы выполним упражнение, которое способствует установлению связи с вашим внутренним источником сопричастности и сверхсознания. Примите удобное положение и закройте глаза. Сделайте глубокий вдох и выдох. Еще раз вдох, выдох, вдох, выдох. Вдох, выдох. Представьте себе церковь на вершине скалистой горы у моря. Вы видите эту церковь. Вы поднимаетесь к ней по узкой тропинке, вьющейся в горах. Преодолевая препятствия, кустарники, огромные валуны. Наконец, вы поднялись. Церковь поразила вас ослепительной белизной. Перед вами высокая деревянная резная дверь. Вы открываете ее и входите в храм. Внутри полумрак, тишина. Пахнет воском. Вы оглядываетесь, но никого нет. Иконы и образа почти не видны в слабом мерцающем свете горящих свечей. Вы медленно идете к алтарю и замечаете стоящего там человека в длинных светлых одеждах. Кто это? Седовласый мудрый старец или пожилая женщина с красивым спокойным лицом и взглядом полным любви и добра? Святой человек мягко берет вас за руку и подводит к алтарю. Вы ясно видите перед собой три свитка, скрепленных сургучными печатями. «Возьми свой», тихо, но отчетливо говорит святой человек, и исчезает в полумраке церкви. «Вы берете один из свитков, точно зная, что он предназначен именно вам». «Ощущая шероховатость древнего пергамента, вы подносите свиток к свету, льющемуся от алтаря. Осторожно снимаете сургучную печать, на которой изображено что-то очень знакомое, близкое и понятное только вам». «Что это?» «Вы медленно развертываете свиток». «Вы видите текст». Читайте ответ на ваш главный вопрос. Это послание вашего сверхсознания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok